Дорогие друзья, всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу поговорить о Casio G-Shock G9300 Такие вот часы по упаковке Все традиционно Жестяная банка, которая идет в такую картонную коробку И инструкция международная карантия Вернемся к часам Часы принадлежат к направлению Madrasist Это наиболее устойчивые к внешним воздействиям часы Таким как грязь, пыль, песок и тому подобное Прослеживается это даже по конструкции самого корпуса Видим специальные такие вот прокладки полимерные Кнопки здесь не пластиковые, а из очень плотной резины Можете обратить внимание, даже прогибаются Но и очень тяжело нажимаются То есть такие очень-очень плотные по исполнению своему Функционально это тоже достаточно богатая модель Видим надпись Tuf Solar Это означает, что часы заряжаются от любого источника света Солнечное питание по сути Twin Sensor выведен на левую сторону Часы помимо остальных электронных функций имеют Компас цифровой и температурный датчик В режиме компаса вот видим температуру окружающей среды По функционалу это режим текущего времени День недели вверху Электронное время Режимы переключаются нижней левой кнопкой Mode Возраста луны и график Второй часовой пояс Можем просто переключаться Смотреть время в другом часовом поясе Секундомер Шаг Одна сотая Таймер Будильник Будильников, если я не ошибаюсь, пять Да, четыре обыкновенных Один с повторением И ежечасный сигнал также присутствует И заново режим текущего времени Подсветка также присутствует в этих часах Кнопка Light Причем подсветка здесь достаточно приятная Алюминисцентная такая панель Есть функция автоподсветки То есть по взмаху руки Чтобы ее активировать Кнопочку подсветки Задерживаем секунды на три Появляется соответствующая надпись LT И теперь Единственное, что света не должно быть Часы сами загораются По взмаху на угол 45 градусов Это происходит все обычно в темное время суток Так как когда светло Часы не загораются Есть датчик освещения Так, ну, пожалуй, эту функцию мы отключим Чтобы она не мешала Точно так же отключается По части настроек Чтобы перейти в режим настроек Зажимаем верхнюю левую кнопку Adjust секунды на три Слышим звуковой сигнал И начинаются настройки В данном случае мы настраиваем Часовой пояс, который мы находим То есть моргает вверху город Сет соответственно настройки Выбираем часовой пояс Предположим, ну, в данном случае Афины Чтобы переключиться к следующему пункту Мод нажимаем Переключаемся Моргает ДСТ Это режим летнего времени В данном случае он включен Можно отключить Кому как нужно Следом 24-часовой формат времени Можем поменять на 12-часовой формат Следом секунды Часы Минуты Год Все настраивается этими двумя кнопками Правыми Месяц День Звуковой сигнал Либо беззвучный режим Имеется ввиду тональность Кнопок Длительность подсветки Полторы секунды Можем удлинить до трех секунд Кому как удобно Тут есть солнечное обитание Поэтому можно не экономить батарейку Режим сохранения энергии Его естественно нужно оставлять включенным Можно отключить Но всегда нужно чтобы он был включен Дело в том что если часы Долгое время находятся вне источника света Они автоматически перейдут В режим сохранения энергии Продолжает счет времени Но не будет работать Компас Не будет работать Подсветка Температуру Можем поменить Температуру Единицы измерения С Цельсия на Фаренгейты Кому как удобно И Заново по кругу Чтобы сохранить настройки Нажимаем adjust Настройки сохранены Также видим окошко С отображением Фазы луны На 9 часах Ну что ж Я пожалуй Примерю Эти часы Действительно крупные Они на каждом Я думаю запястье Лягут комфортно Но учитывая что это G-Shock Причем это рассчитанное На достаточно экстремальные условия Модель Мад Мадманы Направление Вот так вот выглядит На запястье Толстая Действительно толстая Крупная Но Очень и очень Агрессивно Как по мне Друзья Если есть вопросы Задавайте в комментариях Кому интересно Часовая тематика Подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok